всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут катя если вы здесь впервые то прежде чем уйти пожалуйста не забудьте подписаться оцените это видео непременно и конечно же не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропускать мои загрузки я загружаю очень часто от 3 до 7 раз в неделю итак друзья сегодня сифора тестируем макияж новый но это можно сказать ну не совсем но во многом 50 на 50 боксич арм эдишен то что мы не успели с вами попробовать в боксе чарме распаковки мы сегодня это сделаем да потому что я знаю что многих вас из вас интересует качество вот это вот все у вас есть возможность это все приобретать у них на сайте поэтому ну и плюс мне это тоже очень интересно и так всегда мы сифорские видео начинаем с парфюмов да и первый который мы будем пробовать это от бренда комодити мы уже пробовали от этого бренда с вами парфюмы это называется вельвет или вэлвет да я вообще не представляю как он пахнет так смотрите здесь написаны ноты миндаль поджаренный лепестки розы и черная амбра интересно слушайте звучит хорошо я не знаю насчет розы потому что я не очень люблю запах розы но видите какие прикольные как настоящие прям бутылочки с колпачками у них тестер это вообще сколько здесь миллилитров даже не знаю три миллилитра обалдеть очень-очень качественно выполнены вот именно сами сэмплеры да о сути я уже мне кажется нет понравится запах я вот так вот даже вот здесь чувствую что он приятный так но это не факт поэтому давайте брызнем видите какой цвет у него красивый да может быть у него там что ванильная в нем есть будем надеяться шикарный совершенно качественность вот эти маленькие бутыльки так комодите очень хороший инди бренд это нишевый бренд и они одно время уходили из бизнеса представляете да полностью а потом вернулись и сделали тип как ребрендинг немножко поменяли немножко свою концепцию как бы не сильно немного и теперь у них как бы вторая волна надеюсь популярности потому что про них говорят да это хороший бренд и у них необычные запахи и они принципе в принципе не так чтобы страшно дорогие как бы нормальные цены для нишевого бренда и так нюхаем у хорошие друзья сушки я лепестки роз чувствую но они меня не бесят в этом случае очень хороший амбровый как правильно написано аромат так здесь они сказали еще миндаль до присутствует жареный миндаль сушки я не знаю насчет миндаль но насчет того что здесь есть абсолютно какая-то вот это вот смолки не то есть это что-то есть с дымком это сто процентов сушки это очень хороший аромат ничего себе вельвет от комодити ничего себе у он прям такой на осень просто идеально подойдет я знаете прям сразу в осень и очудилась вот как только я вынюхаю какие-то вот такие осенние краски вот это вот дымок допустим если когда листья например жгут да здесь листья не вот у нас россии например да этот дымок от листвы поднимается какие-то такое костровое какое-то настроение знаете и или каминное допустим очень теплое что-то боже это просто великолепный запах я обязательно его хочу теперь поносить посмотреть может быть мне его приобрести в большом варианте это очень-очень понравился вариант итак друзья второй это мне приходил что неожиданно пришел пробник от michelle jermaine paris и этот называется сексуал нуар напишите пожалуйста знаете ли в этот бренд я с этим брендом не знаком я слышала про него но никогда вообще ничего от него не пробовала поэтому это меня заинтриговала давайте откроем этот пробничек и нанесем духи мне кажется если честно что это недорогой бренд насколько я понимаю но это не факт и не факт итак о смотрите друзья сломалась это и он полностью высох сломался вот смотрите видите стекло отлетела и он абсолютно полностью сухой там нет ничего внутри существа но вот я все еще чувствую запах это запах мне нравится да но он очень очень дизайнерский то есть вот это это что-то совершенно другое то что-то сразу нишевая сразу что-то необычное никак вы не будете пахнуть как все вот это запах сексуал нуар это запах абсолютно точно нишевый ой фу ниши игру дизайнерский и так пахнет 90 процентов дизайнерских парфюмов то есть довольно таки ну хорошо хорошо но вообще ничего особенного посредственно то есть как бы хороший но естественно я бы ни за что не стала покупать в большом варианте и ну вообще мне нравится хороший но блин жалко что как так сломался ничего себе как как это вообще произошло я не представляю но надо мне его отложить чтобы не дай бог не наступить на это все вот но мне он нравится говоря об ароматах я больше тяготею все-таки к нише с при этом мне очень много нравится точно также дизайнерских ароматов но вот этот вот он более такой вот я вот забываю всегда по-русски как-то слово дженерик ой никогда не могу вспомнить я как вот по-английски знаю это слово дженерик что это обозначает а по-русски не могу это выразить неоригинальный можно сказать понимаете короче ладно забудем про этот аромат мне он нравится но я бы не стала его покупать итак первое что мы будем пробовать это вот такой вот от байк бьюти тональная основа называется change maker она на самом деле приходила мне в бокс и чар у меня в цвете л 45 и сейчас мы попробуем я приготовила кисточку не представляю чего от него ожидать я надеюсь цвет подойдет потому что полностью она запечатана так давайте откроем и я слышала что кому-то не сильно то понравилось этот этот тональная основа но уау посмотрите друзья какая она темная по крайней мере выглядит она прям даже не знаю так выглядит как будто не мой цвет но давайте все таки попробуем может быть она сольется с вот это да вот это да это абсолютно точно не мой цвет абсолютно точно не мой цвет это может быть мой цвет только если я буду очень-очень сильно загорелая вау ничего себе вот это да друзья это просто отвратительная тональная основа я даже не ожидала во первых цвет абсолютно не моет какая-то чунга-чанга получилась я не знаю насколько камера передает но я вот вам говорю в живую это желтая тональная основа и это еще они называют цветом светлым в каком месте это светлый я не представляю это во первых во вторых сильно это тональная основа подчеркивает все вот эти вот допустим это называется на лице печ 일이 цвет у уровня пит Christine то есть это знаете вот у персика он такой бархатный да и вот эти волоски на лице до который у нас у всех есть это называют вот этот вот на персике который вот это heroes опять же как сказать по-русски на персике вот эта вот кожа про который такая бархатисто да вот и называются радостно gris У вас волосики на лице маленькие, такие вот, которые при свете при определенном видны, да, и при определенном, при определенных тональных основах они их подчеркивают. Вот это большой минус, точно так же. Дальше, он как-то странно ложится на коже, то есть я его вижу, то есть представляете, тональная основа, вы подходите близко к человеку, и вы видите, да, что на нем тональная основа, она намазана явно, и как бы, я даже не знаю, как она будет в течение дня носиться, но, ой, подчеркнула она шелушение. Короче, это мне однозначно не нравится, тональная основа, я не думаю, что я буду ей пользоваться, потому что она как бы делает лицо, наоборот, красиво-некрасиво делает, вот. Поэтому это минус, я теперь понимаю, плохие отзывы, плохие отзывы об этой тональной основе, вот. Поэтому имейте в виду, Change Maker by Beauty не советую вам покупать. Так, 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 но придется нам с ней сидеть вот с таким лицом, чунга-чанга, ничего не поделаешь. Так, дальше, второй продукт, который мы будем пробовать от Fenty Beauty, и это румяна кремовая в цвете 0.8 Summer Time Wine. Очень давно уже хотела попробовать этот продукт, красивейший цвет, кстати говоря, практически сочетается с моим нарядом. Вот так вот выглядит цвет, здесь есть зеркало, и это кремовая румяна, я приготовила чистую кисточку. Последнее время мне нравится кремовая румяна наносить почему-то кисточкой, но давайте я одну сторону, как всегда, сделаю пальчиком, а вторую кисточкой, да. И, во-первых, еще мы свочим, посмотрим, как они растушевываются, красивый цвет очень, но слушайте, они пигментированные, смотрите, да, пигментированные, так что надо быть осторожным, так, чтобы как бы в морфушечку-душечку не превратиться. Ну, хорошо, давайте попробуем нанести эту сторону, я сделаю пальчиком, а эту кисточкой, и решим, какой способ нам нравится больше. Друзья, румяна нанесены оба способа. Нанесения мне понравились, что пальчиками легко нанеслось, растушевалось, что кисточкой, на первый взгляд, просто великолепно, мне очень рад, смотрите, как натурально красиво смотрится, все ровненько распределилось, очень красивый цвет, вы можете контролировать, да, посереднее, сделать его поприглушеннее. В общем, очень круто, я не знаю, как они будут носиться в течение дня, но на первый взгляд, просто прелесть, просто прелесть, очень красивый цвет такой, и мне кажется, такой цвет, на самом деле, он подойдет практически всем оттенкам кожи, да, то есть от самых светлых, как у меня, например, до прям темных таких, да, потому что видите, какой он насыщенный, но при этом он прекрасно растушевывается, и такой вот, не знаю, может даже добавить немножечко, как вы думаете, вот, чуть-чуть давайте, буквально чуть-чуть добавим, потому что я когда наношу, у меня, видите, я сама по себе румяная, как бы, и когда я наношу, и получается кожа, кровь приливает к лицу, и кажется, что я слишком много всегда наношу, а потом, когда, как бы, кровь отливает, да, успокаивается, и у меня получается, как бы, кажется, что уже недостаточно вот этого цвета именно самих румян, поэтому я иногда смотрю, посижу и добавляю немножечко, добавляю, чтобы все-таки было, как бы, побольше, вот, так что даже, когда мне кажется сначала, что я слишком много нанесла, в итоге получается, что еще даже можно и добавить, вот, так, супер-супер-супер, я еще раз посмотрела, как выглядит тональная основа, ужасная тональная основа, просто жесть, не ожидала от Байбьюти такой подставы, как Байбьюти, мне вообще нравится, хорошая фирма, по идее, но не в этом случае, не с этим продуктом, дальше, друзья, короче, палеточка тоже в боксе я получила буквально вот на днях, и давайте попробуем, в Байбьюти очень красивое оформление, очень красивая палетка, надеюсь, она нас не разочарует, по идее, у меня есть, я вам уже говорила, палетки от этого бренда, и мне нравится качество их теней, не всем, опять же, нравится, не всем подходит, поэтому сейчас мы с вами вместе попробуем и сделаем выводы, я приготовила чистые кисточки, палетка выглядит вот таким вот образом, очень красиво, спокойно на каждый день цвета, но при этом здесь есть вот такой вот очень крутой, веселый синий цвет, и, как бы сказать, она, поэтому не скучная, понимаете? так, сейчас я придумаю, что мне сделать на глазах, вот, буду вам показывать, как всегда, и потом у нас еще будет попробовать еще целых два продукта, так что поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, не пугайтесь, короче, что-то как-то у меня возникли траблы с этой палеткой, к сожалению. Интересно, короче, видите, немножечко получилось все как пятнисто, вообще не нравится, как это все выглядит, я еле-еле что-то там пыталась растушевать, ничего не получается. Вот эти все шиммерные оттенки, вот этот мне очень понравился, очень красиво, он лучше, чем я ожидала, но как только я начала выносить, у меня весь он под глаза осыпался, вот этот вот синенький, да, что это вообще, я уже сто лет такого не испытывала, чтобы под глаза оттенечко осыпалось. Вот, поэтому, и вот эти все, которые шиммерные, вы видите, вот, я их с Watch Now, друзья, они такие как бы пастельные цвета, то есть они очень слабые в пигментации, и я, конечно, такое не очень люблю, я люблю, чтобы, вы уже знаете, я вам говорила, чтобы, как бы, если цвет такой, то чтобы он был вот такой вот, и он как бы показывался хорошо, а не так еле-еле душа в теле, это как бы не моя тема. Вот, к сожалению, что-то я не фанат этой палетки, она не самая плохая далеко, и я еще попробую ей попользоваться, потому что это, конечно, это вообще, у меня ничего не получилось, я сидела, растушевывала, 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 все пятнами пошло, короче говоря, ужас, 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 не обращайте внимания на этот образ отвратительный, видите, вообще жесть какая-то получилась, поэтому это скорее не только вина палетки, но это, конечно, прежде всего моя вина, это я что-то тут намудила, вот, поэтому я сейчас все это пойду смывать, пойду смывать, вот, и чтобы все это дело не затягивать, короче говоря, друзья, у меня еще пару продуктов было попробовать, но здесь уже ничего не спасешь, поэтому те продукты мы попробуем в следующем видео, обещаю, вот, поэтому подписывайтесь, я такие видео снимаю регулярно, обычно все идет хорошо, сегодня это просто тотальный фейл какой-то с этой палеткой, в последнее время палетки меня сильно разочаровывают, те, которые мы пробуем, я просто в шоке, вот, Melt Cosmetics-то была отразительная палетка, я ее обратно отнесла, сдала, эта палетка какая-то странная по качеству, я даже не знаю, друзья, что случилось с качеством палеток-то, мне надо будет, вот, я, как в одно время, отсеяла очень большое количество палеток с моей коллекции, и оставила только те, которые, как бы, я думаю, хорошего качества, но сейчас я уже вообще не уверена, где хорошее качество, где плохое, поэтому мне надо будет еще раз пройтись по своей коллекции, посмотреть, потому что, мне кажется, я еще от половины могу избавиться, если так, такими темпами пойдет, потому что, что-то я даже не знаю, как-то я не счастлива с этой палеткой, в общем, друзья, я еще попробую ее, это не такая ужасная, как вот та от Melt Cosmetics, в которой сразу понятно, что она отвратительного качества, вот, это просто, как бы, качество, немножечко я не такое люблю, понимаете, как бы, я люблю, чтобы было сильно пигментировано с одного раза, а не 10 раз одно и то же наносить, 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 это, конечно, не идеально, вот, поэтому пишите, что вы думаете, если у вас эта палетка, пришла ли она вам в боксе Charmy от Wanda Beauty, и все так же мне не нравится эта тональная основа, она у меня не остается, мне нравится румяна, вот, что нравится, так это нравится румяна, и посмотрим, как они будут себя показывать в носке, как долго, да, потому что кремопродукты имеют тенденцию быстро улетучиваться, поэтому, жалко, что мы не попробовали все продукты, которые я запланировала, но я не могу даже смотреть на, вообще, на все то, что получилось, поэтому и тональная основа плоха, и тени плохие, и поэтому давайте оставим до следующего раза, а пока, значит, я вам желаю хорошего настроения, и увидимся в ближайшем будущем, я пошла все это дело смывать, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok